Привет, музыканты! Канал Нескучный Саунд и компания Yamaha объявляют конкурс. Конкурс сонграйтеров, песнописцев, композиторов, электронных продюсеров, MC, в общем, всех, кто может сделать некую песню. На кону два приза от компании Yamaha. Первый — это инновационная акустическая гитара FGTA. Я играл на двух таких, и плохо в них только то, что после становится немножко грустно переходить на обычную гитару. Розничная цена — 44 тысячи рублей, и у Максима Ярушкина Прекрасного есть отличное видео-обзор этой гитары. Теперь только хорос. Второй приз гитары FG18050TH — это юбилейное ограниченное переиздание самой первой гитары Yamaha, в которой используется какая-то хитрая система состаривания дерева, то есть гитара новая, но звучит как будто бы уже отлежавшаяся и разыгранная. Розничная цена — 60 тысяч рублей. Победителю первой номинации компания Yamaha помимо самой гитары дарит также билеты в Москву на международную музыкальную выставку нам в сентябре, где на моем мастер-классе мы ему гитару торжественно и вручим. Призы серьезные, но и задача непростая — нужно положить на музыку текст, который написал Зелков. Мои соболезнования, други. Сейчас очень кратко по существу, какие условия, как участвовать, а о деталях уже дальше в этом видео расскажу. Значит, первое. По ссылке под этим видео нужно скачать PDF-файл с самим текстом. Второе. Используя минимум три первых строки этого текста, остальной текст по желанию, но ничего в нем не меняя, нужно написать песню-трек длиною от двух до пяти минут. Третье. Создать свой канал в YouTube, если у вас еще его нет, и туда загрузить свою песню с любым видеорядом, картинкой или вообще без ничего. Название этого видео должно строго соответствовать приведенному в описании шаблону, и само это видео должно быть в публичном открытом доступе, никаких доступов по ссылке и всяких полузакрытых дел. Четвертое. Нужно во Вконтакте вступить в группы Yamaha Music и Нескучный Саунд. И в группе Нескучный Саунд на самом верху будет закреплен пост с этим самым видео про этот самый конкурс. Под него нужно написать комментарий, в котором указываем порядковый номер своей заявки, отталкиваясь от предыдущей заявки, которую вы увидите там же в комментариях, хэштеги «хочу FG» Yamaha Music и ссылку на то самое свое видео из YouTube. И обязательно укажите в этом комментарии страну, где вы находитесь, потому что участвовать в двух основных номинациях можно только проживая и являясь гражданином России, Казахстана и Белоруссии, а в третьей номинации никаких территориальных ограничений уже нет. Прием заявок закрывается в 0 часов 0 минут 26 августа по Москве или раньше, если заявок наберется 150. Дальше все эти песни проходят «Мой отсев», по разным признакам делятся на три номинации «Народный любимец», «Воистину не скучный» и «Песня в упреки границам». И после этого идет народное голосование в ВК, где никакого моего авторитета уже не действует. И шестое – количество участников для одной заявки ограничено двумя, то есть вы можете участвовать как один исполнитель-автор или как дуэт, но не больше. Это ключевая была информация, теперь нюансы и разъяснения. Касаемо текста. Это слова моей свежей песни, записи которой пока нигде нет. Да, текст очень лохматый, как и я сам, но нравится он вам или нет, справиться с ним – это вызов. И все участники в одинаковых в этом плане условиях, так что дерзайте. Что хорошо, текст этот звучит одинаково странно, как его ни оберни. Будь то сладкий поп, злой рок, прыгучая ска, туманная инди, в общем, что угодно. Никаких жанровых ограничений нет. Вы можете делать любой трек с любыми инструментами, любыми аккордами, любым вокалом. Сейчас, внимание, правила взаимодействия с этим текстом. Обязательно нужно использовать первые три строки. Со всем остальным ничего в тексте менять нельзя, но вы можете не использовать какие-то строфы. Вы можете переставлять их местами. Вы можете сколько угодно раз повторять строфы, строчки или даже отдельные слова. Вы можете сделать припевом что угодно, припева может и не быть. Вы можете написать диджейский трек, в котором сто раз повторяется одна фраза. Есть там четверостишие лиричные, есть более суровые, выбирайте под себя. Половой принадлежности конкретной в тексте нет. Есть обращение к чему-то женскому, но это не совсем понятно, что. Может быть, женщина, может быть, строка, может быть, древнерусская тоска. Короче, женщина может исполнять этот текст. Технические требования, повторюсь, только одним способом можно поучаствовать. Это ваша песня в YouTube от 2 до 5 минут длиной, правильно названная. И ссылка на это видео в комментарии под специальным постом в группе «Нескучный саунд» в ВК. И ссылка тоже должна быть оформлена по шаблону. Аудиофайлы в комментариях, какие-то личные сообщения, ссылки на другие ресурсы – все это никак вообще не рассматривается. Прием заявок закроется с наступлением 26 августа в Москве или раньше, если заявок наберется 150. В этот момент на время голосования группа в ВК закрывается, и все входы моделируются, чтобы никаких ботов и вчерашних аккаунтов. Если, вопреки правилам, в вашем видео исполнителей будет больше двух, то вы, к сожалению, никак не можете участвовать в основной номинации. Yamaha сами вызвались взять на себя расходы по доставке победителя в Москву, так что давайте не будем уж сильно борзеть. Дальше. Качество записи – это конкурс авторов, песен, не исполнителей и звукачей. То есть, как таковых технических требований для участия нет. Но нужно осознавать, конечно, что мой отбор вы, может быть, еще пройдете с вялой диктофонной записью. А дальше, когда голосовать будут просто люди по принципу «нравится-не нравится», в любом случае, то, как вы свою идею преподнесли, повлияет на то, насколько она будет расслышана и принята. Но даже если у вас никаких навыков звукозаписи нет, вы не сдавайтесь, потому что у всех у нас же есть в плейлисте какие-то песни просто под фортепиано, под гитару, которые нас касаются и прут. И все мы натыкались на шикарно аранжированные и сведенные треки, которые вообще никак не цепляют. Вы можете просто спеть на камеру живьем, в этом всегда есть определенный такой шарм. Либо можете, наоборот, заморочиться, записать, отредактировать, подтюнить, свести. У этого, естественно, другие преимущества уже есть. По поводу сопутствующего песни видео в Ютубе, точно такая же свобода. Вы можете снять шикарный клип, можете семейное фото повесить, можете просто черный экран продемонстрировать. Естественно, лучше никакой картинки, чем какая-то картинка стрёмная. А бывает картинка настолько стрёмная, что это даже очень клёво. И если вы красивый, харизматичный человек с шикарной камерой и светом, то, естественно, ваши шансы произвести впечатление возрастают. Ну, такова жизнь просто. И если вы не поющий сонграйтер, то подумайте о дуэте с каким-нибудь певцом, потому что это всегда полезно и интересно. Дальше номинации и порядок голосования в них. Первая номинация «Народный любимец». Для нее я сам отберу 50 песен. Дальше они делятся на 5 групп по 10. И по знакомой наверняка вам системе идет голосование. Из каждой десятки выходят две в финал. В финале получается снова 10 песен. И среди них «Народное голосование» выявит победителя, который получит гитару FG трансакустическую и билет в Москву на выставку «Нам», где мы его будем поздравлять. Вторая номинация «Воистину нескучный». Для хардкорных сонграйтеров в нее я отберу 5-10 участников по принципу, что должен быть использован весь мой текст в оригинальном порядке. И мне просто самому должно показаться, что песня музыкально, по форме, как-то по гармонии, по мелодии интересная, необычная. В общем, в кой-то веке авторы интересных не-хитов будут отмечены, признаны. И среди них голосование в ВК выявит одного, который заберет себе юбилейную «Ямаху». Естественно, победитель первой номинации здесь участвовать не может. Дальше география конкурса и третья номинация. Участвовать и получить приз можно только людям, находящимся в России, Белоруссии и Казахстане. Другие регионы вне юрисдикции, вне власти московского офиса «Ямаха». Поэтому обязательно в комментарии нужно указывать страну, где вы находитесь, чтобы не получилось всяких идиотских ситуаций с отменой победы. Но если вы в других регионах, я все-таки призываю вас в этой движухе участвовать. И среди вас я выберу тоже 5-10 песен, среди которых мы точно так же в ВК проголосуем. И победителю я просто от себя подарю 5000 рублей, членство в закрытом чате для патронов и упоминание во всех соцсетях, итоговых видео и тому подобное. Вот она вся информация, конкурс открыт. Я очень взбудоражен, возбужден. Прошу вас помочь мне распространением информации о нем, участием в движухе, в голосованиях, кричанием «Оле-оле» и тому подобное. Все гитары Yamaha линейки FG сейчас можно купить с 10% скидкой. И на канале грядет серия маленьких видео «Песнописец», посвященная написанию песен как раз в честь этого конкурса. В общем, всем удачи в борьбе с моим текстом, не забывайте кайфовать, любить музыку, пока!